Дети – цветы жизни, поэтому для них всё самое лучшее. В городе Атомщиков открылся уникальный лицей ядерных технологий. В сентябре порог учебного заведения перешагнут более 1100 ребят. Это первая построенная школа в Димитровграде за последние 20 лет. Здесь находятся крупнейшие научно-исследовательские центры, здесь находятся промышленные предприятия. И два из них – это научно-исследовательский институт атомных реакторов и федеральный центр радиологии и онкологии. Как раз с этими двумя градообразующими предприятиями у нас есть соглашение не только о профориентации, а о университетских субботах и обмене статьями, студентами, учениками и профессорами, для того, чтобы дети, выучившись в этом лицее, поступили в нужный университет и остались работать здесь. Современный интерьер, просторные рекреации, передовые меры обеспечения безопасности. Центр здорового питания и многое другое – это только внешние факторы, главное – в начинке. А она здесь качественная. 64 лучших педагогов будут работать с детьми на лучшем оборудовании. Это и приборы для исследования звуковых волн, газовых законов, законов сохранения энергии для физиков, и лаборатории для опытов, и стол Пирогова для химиков. Также детям предложат во внеурочное время изучать китайский язык. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Образование». И этот лицей – это уже первая площадка для развития стартапов наших детей. Я уверена, что в стенах этого уникального учреждения дети будут разрабатывать свои исследования. Наука будет рождаться здесь, с самой школьной парты. Лицейсты будут заниматься со специалистами Федерального медико-биологического агентства, с профессорами из Национального исследовательского ядерного университета. Ученики физико-математического профиля смогут попробовать себя в роли программистов, физиков-ядерщиков и изучить основы ядерной медицины. Лицей ядерной технологии приведен в полное действие. Уникальный лицей оценили и почетные гости – министр просвещения России Сергей Кравцов и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Они приехали специально на открытие образовательного центра. Такие школы будут устроиться, открываться, несмотря ни на какие санкции, ни на какие запреты. Отдельно хочу поблагодарить Алексея Юрьевича за то внимание, которое губернатор Ульяновской области уделяет системе образования. Мы постоянно на связи, постоянно в контакте. И уверен, мы тоже с Алексеем Юрьевичем говорили, вижу, что все задачи, поставленные и президентом, и по национальному проекту Ульяновской области, реализуются в срок и без боев. В регионе активно поднимают престиж профессии учителя. Проводят многочисленные мероприятия, посвященные году педагога и наставника. О новшествах предстоящего учебного года рассказал губернатор Ульяновской области. Введена должность более чем в 300 образовательных организациях советника-директора по воспитательной работе с детскими и общественными организациями. Я считаю, это очень важно, особенно в наше время, в наше динамичное развивающееся, и когда решается судьба, когда решается будущее России. Мы ведем большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 164 военно-патриотических клуба Силья Сигечка в нашем регионе на постоянной основе работают. В рамках мероприятия представили переходящий кубок из Симберцита для Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия». Также прошло торжественное гашение маркированной открытки с изображением памятника учителю, который находится в Ульяновске. Также в день открытия лицея прошел традиционный августовский региональный образовательный форум. Учителя рассказали о нововведениях. Так, например, с нового учебного года еженедельно будут проходить уроки профориентации.